Приветствую всех неочарованных пропагандой Фобоса. Мы сегодня 25-ю серию смотрим. Мне очень понравились ваши комментарии, которые объясняют скукоту предыдущей серии. Ну, типа, она такая-никакая, чтобы мы, знаете, немножечко отдохнули морально перед шикарной 25-й и шикарной 26-й серией. Нет, наоборот, сказали, что 25-я тоже не особо, а вот 26-я... Ну, типа, знаете, эти серии скучные не потому, что они скучные и на них забили болт, а для того, чтобы мы такие, ну, когда же, когда же, и тут 26-я, бау! Не знаю, как вам, но мне логика, сегодня плохо, чтобы завтра было хорошо, как-то немножко странно, потому что это всё равно, что мы тебе неделю жрать давать не будем, чтобы ты вот этот хлеб... Гречечку. Гречечку эту просто, я не молился на неё. Хитро. Как бы там ни было, сегодня 25-я серия, и она должна обещать нам что-то фееричное. Или я уже не знаю, что думать, потому что конец сезона, и пора бы уже двинуться. Гречечка. Готовы в бой! Береги, злодей! У нас одна команда! Мы сильны, родны, где кровь не прутает. Мы подошли от зла, от зла. Завеса крепка! Блин, я и ру, как эти алкаши, которые под окном. Завеса крепка! Вот что они пели все это время. Завеса крепка, а не чародеек смотрели. Не свернуть с пути! Наш час, наш час! Землю спасти! Чародейки! Ты, сын, какая-то грустная. Давай, смотри. А, да, забыл сказать. Сегодня романтичная история. Сегодня разрушена. Разобьют, ну, да, я имею в виду, что она в этом поле, потому что сегодня одной из чародеек откажут в романтических чувствах. Может, дело вообще речь о Элеон. Что, ее сердце украдут? Да. Цедрик? Для... Нет. Похитив ее сердечек. Для церемонии, типа, чтобы брать у себя силу. Ну, почему нет? Как Дейнерис, которая ела лошадиное сердце. В смысле... Нет, ну, просто похищенное сердце, то есть, может, речь о силе Элеон. Ну, я так это поняла, ладно. Или куда проще. Уилл опять стащит сердце Кондракара. А-а-а, точно. Точно, ты молодец. Да. Найти все, что мятежники оставили. Оружие, припасы, карты. Обычки не все закоулки. Как он туда пролез? Вот этот огромный боровичок с детского утренника. Как он туда пролез? Он, как грибочек. Да. Не знаю. Ты видел какой-то маленький вход? Я еще думал, в прошлый раз, как Цедрик туда так вот так вот затащился? Прикинь, Цедрик туда залез, свою рожу туда. А может человек превратиться? Да, да, ладно, хорошо. Он легко может превратиться. Он легко может превратиться. Ты права. Дейнар прошел завесу и вернулся. Он сказал все, что Кобас говорил на мостике, на земле, это ложь. Так, его зовут Оракул, последний осколок древней империи. Мы вторглись в советный город. Почему же она не схвачена? Все опасаются ее могущества. Я послал пятерых бойцов, ни один не вернулся. А что, Цедрик проигнорировал вообще? Вопрос, да. Такое, извините, там горят хорошо. Так вот, Оракул, надо найти. А, кстати, Оракул, что там, под землей было, да? Все это время в подземном городе, потому что, помнишь, когда приходили к ней, для того, чтобы узнать, как работает? Ну, как будто бы не говорилось, что это подземный город. Ну, или мы не общались. Нет, всегда был подземный город, я уже примерно понял, что он под землей, подземный город. Ну, логично. Ну, значит, пойдешь сам. Спорим, он выживет. Ну, да, Оракул вряд ли всех убивает. Ну, то есть, пятеро пошли и не вернулись, и он такой, пойдешь один. Ну, супер логично. Что логично? Если пятеро не справились, один-то справится точно. Я объясню, почему он справится. Есть теория персонажей, и надо, чтобы показать нормального, доброго или сомневающегося персонажа, его нужно облачить в какие-то доспехи врагов, но нарисовать добрые глаза. И вот именно добрая мимика, а она там, ну, как... Ну, вы всегда понимаете, где персонаж не вот такой вот треугольный, а такой... Я заложник обстоятельств, у меня дочка, и я поступил на регулярную службу, чтобы уберечь мою мать от постоянной работы в прачечной. И вот у него, разумеется, драмы, глаза у него добрые, потому что все грустные. И у него, конечно же, появляется шанс скупить свою вину. И что с ним произошло? Звучит наиграно. Не, она ему такая, слушай, поори немножко, просто, типа, как будто... О, у них туда зима. Круто. Спасибо, Мяслин. Что за денёк? Что за обед? Ой, как... Спасти сотню узников из темницы лучший способ нагулять эпидемией. Новая одежда! Какая атмосферка классная, новогодняя. Ну, прям, прям, даже как-то приятно. Не знаю, мне нравятся чародейки тем, что они погружают своими... своей рисовкой, своими... задниками. То есть, прикольно. Да, 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 да. Прямо чувствуешь, что как будто там бы мог находиться. Сейчас немножко провожу. В книге Тайн сказано, что Фобос собрался похитить силу Элион через два дня на коронации. Как же нам незаметно провести войско к его замку через равнину? Может, замаскировать их под тысячу камивояжёров? Здрасте! Подпишитесь на журнал Крепость и участок. Дело-то серьёзное. Элион грозит опасность. И знаешь что? Достали твои тупые шутки, почему бы тебе не помолчать? Корнелия! Привет, Вилла! А в чём суть? Ну, типа... На Вилл не плевает, точнее, на Элион не плевает только о Корнелии и получается. Не, дело не в этом. Она просто больше всех остальных переживает, её раздражают, что девочки могут об этом шутить, как бы. Для неё это суперважно, а люди, другие шутят над этим. Сожрут, Элион, на коронацию. И вам привет, ребята! Здравствуй, Мэтт! Ну, мы пройдёмся вперёд. Хайлин! Тебя почти не видно в школе, что... Хайлин не понимает ситуацию. Да, да! А что произошло? Так, так, милая, я хочу посмотреть. Не, она может даже вообще не понимает. Не, мне кажется, она понимает. Целуйся. Она не может просто нанимить проблемы в том, что она там находится. Так что, её уж посмотреть просто. Случилось? Это трудно объяснить. Хочешь верь, хочешь нет, но есть проблемы важнее, чем прогулы. Это как-то связано с тем, что ты меня поцеловала? Вот уж нет. Там было одно, а здесь совсем другое дело. Понятно? Ладно, извини, ещё увидимся, хорошо? Так, мило. Я знаю, тебе эта линия не нравится, Нет, вот сейчас это было прикольно, сейчас это было прикольно, правда. Я понимаю тот момент, он был неловким, спонтанным, им по 14, по 15 лет. Он был прям выкрученным. Мне... Мне скорее не нравится не то, что персонажи делают, а то, как подают, это типа сценаристы или кто создает сериал. Вполне себе реально. Ну, первые разы они всегда вычурненные, нелепые, ты же, такой, начитался, смотри, ясо, хочешь, такшь. Они нелепые, они прикольные. Не могу объяснить, что мне не понравилось, что это прям супер, как-то... На, они целуются, плач, рыдай, танцуй. Типа того. Обасть платить много-много. Надо найти волшебный камень для Фобоса. Это, кстати, работает, когда ты проговариваешь свои проблемы вслух. Помните, мы говорили о том, что, эй, зачем постоянно говорить, когда появлялась тетя Хайлин, и она такая, ой, бабушка Хайлин, и такая, о, ты сказала вслух, у меня появилось решение. Буквально недавно. Я иду по улице, говорю, Рубина, я сейчас умру, кто же будет снимать реакции для наших золотых рыбок дальше? У меня так болит голова, и женщина говорит, не, нет, ты говоришь, у меня давление. Надо давление понизить. Какие таблетки нужны? И какая-то бабка, у неё голос, как из преисподней. Реально. Реально. Тебе нужно она, она. Я такой, я сначала испугался, какая-то нездоровая была женщина, очень добрая, но нездоровая, и, ну, как бы, реально страшный голос. Она такая, тебе нужно название. Или, допустим, вот этот. Я пошёл, купил, и мне стало легче. Можете представить? Я теперь хожу по улице. Мы потом шли, после этого. Как здорово бы здесь квартирку заиметь. У меня есть лёгкий ответ, почему все в античности такие стройные. Ну, ты замечала там графюры, или, допустим, омажи на те года, ты в основном видишь, люди все худые в замках, там вот эти вот придворные дамочки, всё такое. А я вот думаю, среди крестьян это нормально, им нечего жрать, но вот все придворные тоже худые дамы, и за редким исключением только некоторые персонажи с избыточным лишним весом. И тут меня осенило. Сучья лестница, и ни одного лифта. Чтобы подняться из одной комнаты в другой, тебе нужно сжечь тысячи три или четыре калории. Ты посмотри, сколько она идёт. Ты ещё идёшь с этой штукой. Это же очень утомительно. А ещё в Британии, по-моему, или где-то, наследниц, кафе, наследниц престолов, когда они шли по лестницам, их сопровождали, их, короче, какие-то губернантки, или что-то типа такого. Чтобы если вдруг они упадут, они бросились на лестницу, и своим телом. даже по лестнице нельзя было ходить одной, особенно, ну, девушкам. Их всегда сопровождали. Прикольно. То есть, ты никогда не ходишь нигде одна. А, ну, личная гигиена тоже сопровождается? У тебя высморкаться нужно, умыть лицо. Стоит человек перед тобой. Да. Ну, типа, их же мыли вообще в целом. Помогали купаться, нет? Ну, эти служанки. Я не знаю, я не знаю. Мне кажется, да. при этом они так редко это делают. Мы не можем позволить вам, чтобы вы погибли на толчке. Я должна смотреть. Какать? Ну, ты как все это, почему нет? Почему нет? Если это с детства, то ты уже... Это же рабыня какая-то. Чего стесняться? Чего, несем? Ну, ну, вот так вот, что ли? Ты серьезно? Везде за тобой ходят. Это очень нормально. Ну, я читала, что вот так вот. Можете, если у вас есть факты, доказывающие обратное, напишите. Жуть какая. Я бы так не смог. О, блин, еще одна лестница. Еще одна. А куда она идет? А что такого? У них как будто не глаза, и яичницы такие. Ага. Да, два желтка. Два белка, два желтка. А что она испугалась? Она раньше их видела. Мне кажется, она вот именно этих не видела, она только стражников видела. Конкретно от людей она не видела. Думаешь? Мне кажется, да. Фобос! Элю, что случилось? В зале наверху. Я зашла и увидела там жутких монстров. Их несколько десятков. Стража! Проверить мукомольню. Мятежники послали лурденов украсть зерно. Страш такая. Чего? Ты чего несешь? Это ж наши. Такой Фобос еще поехал, наши люди там готовятся, чтобы ее вот это убить, блин. Ты что, забыл? Ты же сам нам сказал. Вперед! Злобные твари. Лучше бы тебе не видеть их. По логике, ну, реально тупая девчонка такая. Они, они не просто украли, они еще ее смололи и там начали печь хлеб. Нахера? Ну, она реально, ну, она вообще, у нее нет никакой, никакого критического мышления, не знаю, там, причинно-следственная связь. Ей что говорят? Что-то она вот спрашивает. Это все мятежники, это все мятежники. Очевидно же было, что они работают, не работают. Какие мятежники придут и будут работать? Что случается от мятежники? Я приказал запереть все двери. Пойми, она, что лордены нам служат, она перестанет мне верить и мой план рухнет. Я найду и накажу виновных. Тем временем, Седр, отчет, отчет. Отчет. Себя? Я виноват. Не закрыл дверь. Вчера подглядывал за лордерными, как они работают. Так было в комиксах. А на Меридиане зимы нет, да? Если удастся провести войск за самок, у нас появится шанс на победу. Должен же быть способ. Я слишком устала, чтобы думать. Похоже, Мэт, тебе нравится. Классная кустка. Да с чего ты взял? Да. А что? Просто мне показалось. У Калиба. Что он влюблен? Что он преследует нас. О! Тем временем, ты знаешь, у нас с чего у него в голове мысль. Так, получай. Плавал меня огулять с Эдем. То есть я для нее просто игрушка для секса. Не, знаешь, 13 лет, Саш. Я чему удивляюсь? Гипотетического, перспективного. Через 5 лет. Через 5-15 лет. Но он так думает. Слушай, я не винаю от этого мысля. Да, да. Он заметил Мэтта, который за ним сидит, а вот этого хера бородатого из меридиана он не заметил. Да? Как бы, как? Его, вот что самое странное, не то, что грех его не заметить, его грех не учует. Кстати, он, наверное, тоже воняет. Воняет просто как помойка ходячая. Увы, это, скорее всего, бланк. Ну, пока. А, может, это и был он. Может, они его и заметили. Что от него... это и был он, аниме. нет. Сюда докопались опять. Да. Ну, ничего, нормально. Мы исправимся. Мы исправимся. На гриффина похоже. Привет, Мэтт! Хорошо, что встретил тебя. Нужен Ему очень зайдет кривое зеркало, я не знаю, современный ТНТ с такими шуточками, типа, ох, не знаю, что с моей поделать, совсем захворала, просит и просит. На ТНТ так шутят? Ты давно видела ТНТ? Я вообще не смотрю ТНТ. Лет уже 10, наверное. Ты что, он вообще в кривое зеркало превратился? Я не знаю. Вы не видели последние шуточки на ТНТ? Они все построены на том, что... Ну, все повзрослели, все нашего поколения повзрослели. А, ну, ты имеешь в виду комедий-клаб? Да, все те же шутки, что... А, ну, комедий-клаб, да, это что уже, это все, это старперы. Типа, там жена... Теща... Не дает, а я что-то вот наешь, я заплатил. Она такая, спасибо. Не смешно? Блин, мне тоже. Летчик, никак не могу понять, Вилл. Вчера схватила меня, поцеловала, а сегодня в упор не видит. Ха-ха-ха, как же я понимаю тебя. Ну, ну, кроме поцелуев. Думаю, зря я сразу сдался. А-ха-ха-ха, да я и сам не умею спорить с девчонками. Увидимся, Мартин. Конечно, пока! Он реально странный. Причем он ушел уже. Пока! Я хочу выброситься в окна. Как атмосферненько. Очень приятно. Реально, я прям хочу там погулять. Хочешь туда? Да, 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 да. Реально, да. Ты красивый сильный. Вау, больно как? А почему бы не сказать Мы едины! И превратиться? Кстати, да. Надо сказать всего лишь два слова. Или, допустим, я едины. Я едины. я единый, звучит как обзывательство Бланк! Да, она что, не видит, что это не Бланк? Она ударилась головой Бланк, что ты делаешь? Думает, джиг Бланк Бланк, вода! Лови Бланк! Это что, шутка? Бланк, мне не смешно! Да можно же заметить, что это не Бланк Он вот, вот там вот стоит Ее катаракта? Это же видно, что это другой совершенно персонаж Если нам видно, почему ей не видно? А, это для нас так нарисовали На самом деле он очень сильно похож на Бланк Да нет, просто с ее перспективы якобы не так видно Она что, в четвертом измерении? Не знаю По-другому предмету сидит Он напоминает мне Гриффина Вот это, да? Где-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду-гаду хрупко хрю 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 сбил меня с ног схватил сердце контракара и сбежал еще болтал что разбогатеет вот жадная вонючка не знаю разве бланк способен на такое он жаденый плут такое как раз его стиле что не тянет пошутить ирма а ты вилл могла бы носить кристалл в кармане и держать крепко в руке я держала он вырвал фобос проводники тысячелетиями живут продажи чужого имущества тем кто больше заплатит идемте хайлин отыскала портал он прямо здесь реально болейн волосец проследит за ними все узнает на первую мысль что они малолетние наркоманы да моя подружка как круто не на это реально круто мы хотим как-нибудь с рубиной разыграть сценку на улице но мы идем и допустим таки рубина какого хрена мы говорили что мы не должны идти антироваться при людях ты опять выскочила в стамбуле я задолбал подчищает за тобой видосы и мы идем в пол шепота так разговариваем и какого то мы точно очень впечатлительного чувачка за зимой да и он тук все узнает ну и что ты думаешь он зайдет туда какая-то непонятная червоточина почему я думаю сейчас найдут бланка и будут его обвинять во всем хотя это не план а бланк очень плохо говорит по-русски не сможет объяснить помнишь прошлый раз мы сказали что к нему хорошо относится сейчас вот накипела у них ты вонючая грязная свинья сквокать тебя проблем уже и начнут убить полка блин ладно когда ты печенье ты лишь да но вот сейчас он но у сердца контракара это уже перебор вот так они ему скажут и забью ого чудно мы в морозилке фобоса ой виновата смысле ой ой как тут холодно и сейчас не до шуток да это торус хильм ледник замок находится за тем гребнем не могу поверить что этот обжора на ножках предал нас ух повстречайся с ним я замерзла как быть если мы не можем летать бланк пойдет через перевал так короче он медлительнее но легче почему меньше вес лучше ясно молчу разредоточьтесь как зыбучий снега да да нет как называется эти провалы типа воздушные те ямы которые собираются можно провалиться но я поняла о чем-то и вроде когда даже называются и тогда проваливались альпинист и так и погибали сейчас возможно один альпинист провалился пока мы с тобой разговаривать откуда чудовище в нашем мирном королевстве а что даже на пикнике можно встретиться с осой миранда почему ты живешь в замке что-то тут делаешь и почему тут других подростков нет это допрос извини но что ты ничего я давно знаю фобоса и он растил меня с тех пор как моих родителей извини все не будем об этом он убил очень плохо играет миранда не почему я верю это вполне себе может быть правдой ну чё там все монстры от хорошей жизни устроена блин она сейчас реально придумала эту историю мне кажется это правда нет она подействовала на меня и тронула меня до глубины души миранда я верю тебе ты не одна миранда маньяк да знаю если не кретину блин на брат смешно чем наблюдает за ними это это крипово что же ты устроил ты предал нашу дружбу поверить не могу что ты украл сердце кондракара отдай его сейчас же поверить не могу что на кухне стоят уличные мусорные баки это не уличные просто мусорный бак туда мусор скидывают конкретно эти уличные ну ладно ну ладно забрать пакетик чая он здесь а пил знает точно зашла за внучкой хайлин и они отправились на меридиан за тобой нет уж план честный ни за что джейк джейк ну дела джейк это не твой парень мет Добрался быстрее дальше, чем они шли пешком час. Я сразу вспомнил сцену, когда Аладдин откапывал Абу из первого мультика. Какая трогательная сцена! Я чуть не расплакался, я думал, это будет последним вздохом Абу. Реально он так его откапывал, я прям чувствовал, как его ручки мерзнут. Он же привык к теплому климату, вот он его выкапывал. Мэтт Абу. Ну вот, надо вернуть тебя на землю и все объяснить. Вернуть? На землю? Да, но мы, к сожалению, гонимся за зеленым негодником, решившим продать злому принцу одну нашу вещь. Так что, вперед! Очень исчерпывающий ответ. Очень много информации, но все и достаточно, чтобы не сойти с ума. Девчонки, главк невинен! Пальцев не чувствую! Ну так застегнись, холодно ведь, потому что и ручки надо в рукавах. Правильно, застегнись, капюшон надень. Как же ты... Как мать просто! Вот чувствую себя матерью. Волтай! Топай! Перевал уже близко! Йофур! Или Йорик Вернисон. Только кабан. Меридианский Йофур. Мне мерещится. Предлагаю всем прижаться друг к другу. Нас вот-вот сожрут медведи, а тебе лишь бы согреть кости. Нет, Ирма права. Подойдем друг к другу. А теперь прыгаем! Ну, от медведи спаслись, по крайней мере. А теперь я вспомнил ледниковый период, как они летали по этим обледеневшим желобкам. Я смотрела, но... Скажу, мне нравился. Классный был мультик, пока его не испортили большим количеством ремейков перезапусков. Ну да, обычно так бывает. Доказать, джек украсть! Отмый добрый имя! Ну, как просто имя! Просто имя! Проводник джек в шляпном вести. Меня не интересуют его товары. Говори. Сказать, принц Фобос джек взять сердце Кондратара, ждать у края фильма. Лети! Он нашел! Возьми отряд, спеши навстречу! Стоп! Обратите внимание. Вот на эту карту. Она сделана почти так же, как рисуют карты наших двух полушарий. То есть мы берем и выворачиваем шар наизнанку. Получается, меридиан тоже круглый. Получается, да. Меридиан — это планета. Ну, милипизерная планета, как из... Очень маленькая. Да, как из маленького принца. Вот такая вот маленькая планеточка. Почему нет? Да, нам, кстати, о ее размерах ничего не говорили. Да, там реально не так много места, как у нас, скорее всего. Либо нам показывали только одну местность, один остров. Ну, в комментариях сказали, что на самом деле деревень и местности вокруг тоже достаточно. И есть поля, как вообще Каля постоянно говорит, это шахта там такая, она там, это пустынь такая. Но все равно все безлюдные, и так или иначе они маленькие. Вот это все умещается в концепцию одной маленькой микролуночки. Соображаешь, Ирма? Спасибо. Думаю, ты сейчас хочешь сказать «Извини, полезная Ирма». Ладно, ладно, не нависай. Мы сможем выбраться? Здесь есть какой-то ход. Но какую вещь вы пытаетесь отобрать? Эта вещь важнее, чем ты можешь вообразить. А, теперь понял. Такой. А куда мы идем? Это место важнее, чем ты можешь вообразить. Окей. А кто вы такие? Мы важнее, чем ты можешь себе вообразить. Не виден! Это Джейк! Не виден! Это Джейк! Я хочу увидеть махач между Бланком и этим Джейком. Джейк! 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 Вроде как, я так слышу. Лед здесь прочный. Звери смогут пройти. Все за мной! Это ружье русалочка. Это ружье чародик. А, типа, лед треснет? Все-таки, думаю, в конце. Может быть? Абсолютно. Он уже тронулся. А что, если мы скатимся, а там тупик? На подветренной стороне должен быть сток. Верьте мне! Вперед! Скорей! Они вполне могли упасть. Холодными руками, точнее, мог... Это понятно, но сам обрыв. Они, если бы чуть-чуть разогнались бы сильнее, они бы в обрыв упали. Что страшнее, упасть в обрыв, или что тебе в рукава набьется снег, а потом ты такой... О, да, это мерзкое чувство. Вижу его! Вижу его! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они сейчас превратятся, что ли? А, нет. Смотрите, что... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы едины! Ну, напряжённенько было. Да, да, да. И сейчас Мэтт увидит, что они чародейки. Такая дуэль в стиле вестерн. Да, 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 было круто. Смотри, Мэтт, будет прикольно! Да, прикольно. Вопрос. Мэтт отвернулся? Да, там же не так это бывает. За секунду это происходит. Вспышка такая. Ой, сейчас что-то видел. 25-й кадр. Едины! Вода! Огонь! Привет! Вон такой, вау! Моя девушка не просто какая-то рядовая, пол-пол-пол, она бригадир. Бригадир. Это самое главное. Мэтт! Воздух! Мэтт! Без меч! Пусти его! Видел, у них мех какой-то у стражников. Типа меховой капюшон или что это? Типа зимняя экипировка, да, прикольно. А еще они заберут Мэтта и точно так же Фобос обманет его, как и Эллион. И они будут вместе ходить. Фобос, как здорово, ты все придумал. Но почему-то в твоем присутствии теряем сознание, тупеем. Как пахнут цветы. Дай мне кристалл! Ладно, с одним условием. Отпусти его! Как она это сделала? И крупное лицо, которое вообще никак не отвечает на вопрос, как она научилась дублировать сердца. Наш, кристалл сам это сделал. Он же тоже обладает сознанием каким-никаким. В прошлый раз дрался с печатью Фобоса. Он такой... Размножаемся. Мы размножаемся. Я такой, я не знаю, о чем ты, но давай. Седрик, ты хотел вот этот? У меня тоже есть пара сюрпризов. А вот и лед, который тронулся. Мне все нравится. А вообще такая музыка заиграла. Да, да, да. Я сильная, но одновременно и хрупкая. Мэтт, все хорошо? Ой, какая же она классная. Да ну ты че? Да ты че? Ты классная. Все, забыли про твою Корнелю. Да, вроде бы да. Теперь понимаешь, почему я пару уроков пропустила? А теперь домой. А прикинь, мы такой, а ты можешь постоянно быть? Потому что ты в этом образе, ну, круче. Вообще огонь. Ты выше, у тебя формы лучше. Ну, типа ты в целом красивее. Можешь так всегда ходить? Типа, а муж так четко в чародейку можешь. Да, 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 да. А, ой, так, возникает вопрос, тогда следующий. Вон, ладно. То есть, немножко зайдем с другой стороны. Вот ты в форме чародейка испачкала блузку и такая, надо ее застирать. Можешь ли ты снять с себя блузку в форме чародейка или, допустим, какой-то элемент твоей капсулы? Ну, нет, вот, вот, допустим. Ну, вот, ладно, думаю, нашли. А, можешь ты снять эту ладьку? Можешь ли ты раздеться, да, будучи чародейкой? Мне кажется, нет, это часть тела. Вклеено в меня. Ну, не знаю, это как все равно, что русалка. Можешь снять свой лифчик? Ну, из-за жду. Ну, мы задавались этим вопросом. И раз уж там есть лямки, то да, может быть. Не знаю, мне кажется. Никогда не думали, зачем там лямки. Ну, ладно, забить. Я вообще кайфовый чел. Да, это я хочу сказать. Угар просто. Причем они все вот так стоят. Ну, не все. О, смотри, смотри, если мы вот так с тобой сделаем, это же получается среди них. Я знаете, что подумал? Я зауважаю тот мультик или фильм, в котором заморозят в льдышку какой-нибудь персонаж, который обладает магией льда, и люди или замороженные существа после этого сдохнут от недостатка кислорода. Да, кстати. Почему все это игнорируют? Всегда думают, если заморозят, это противоречит здравому рассуду. Разморозят и нормально. Да, а то разморозят и нормально. А ворот свежее будет. Типа, я никогда это не понимал. Я каждый раз с детства задавался этим вопросом. Все буквально. Суперсемейка. Когда выстреливал с вами в начале в полицейскую, думал такое. Трикс. Трикс, когда заморай. Винкс. Постоянно все остаются живыми. Я думаю, как это вообще работает? Задохнешься. Бланк ваш, друг. Девчонок не предать. Нам так стыдно, что мы считали тебя воришкой. Говори за себя. У меня исчезли ручка и заколка. Под стол смотреть. Всего через два дня Фобос выкачает силу. Блин, ощущение, что они говорят через два дня? Ну, серии десять назад. Нет? Это все очень быстро произошло. Буквально сегодня-завтра. На выходных все случилось. Нет, придется атаковать замок. Мы с тобой. Мэтт, знаю, каково тебе. Я тоже въехала не сразу. Но ты не должен никому говорить. Ага. Скажу, все равно не поверят. Ааа, вот это мило. Очень мило. Ну, Корнелия, идея Ирмы сгруппироваться спасла нам жизнь. Может, признаешь, что иногда и она говорит что-то полезное? Корнелия, думать. Дай им жизнь. Тупая блондинка. Корнелия, что сказала? Мы не услышали. Главное, что она тупая блондинка. Да, что ты поржал, блин. Ладно, давай переслушаем. Давай. Давай. Вот здесь оставь. А нам жизнь. Может, признаешь, что иногда и она говорит что-то полезное? Корнелия, думать. Дай им жизнь. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот все, что она сказала на оскорбление. Мне было важно это услышать. Слушайте. Несмотря на то, что. Ну, это не реальность. А, блядь, ничего не произошло. Но она какая-то прикольная. Моет узнал, что они чародеки. Это уже прикольно. То есть, все равно, в этой серии как будто чуть... Она немножко отличается по разнообразию. Она отличается, да. Ну, мы, по крайней мере, те клише, которые видели до этого. Сейчас, или мы уже не помним, но мне понравилась эта дуэль между Вилл и Сэрликом. А еще между Бланком и тем чуваком тоже было прикольно. Сегодня вообще серия Вендетта. Мне понравилась реально серия, очень крутая. Ребятки, осталась последняя. 26-я из первого сезона, и мы закончили. И мы ее посмотрим на стриме, да? О, кстати, мы что подумали? Сделаем стрим. Последние чародейки. Все вместе соберемся. Посмотрим. Потом в конце посмотрим разные заставочки. Потому что столько раз нам кидали. Сделаем стримчики. Я сделаю объявление. Я думаю, что это надо разделить со всеми. Будет круто. А еще, еще. Я хочу с вами, среди вас, разыграть подписку на Бусти на месяц. Хотим попробовать. Просто рандомно каким-то образом выберем. Или рандомайзером, или еще чем-то. Я позанимаюсь, посмотрю, как это удобно сделать. Или через телегу, или через... Короче, соймусь этим. Разыграем подписочку на Бусти, чтобы на месяц у вас был эксклюзивный контент. И те публикации, которые у нас по авторским правам отбирают, и мы их туда публикуем. Там неделю он чалится, пока мы здесь. Но вы знаете эту схему. Или вообще, которые не выходят на Ютубе. Или те, которые, да, Ютубом заблокированы, они у нас остаются на Бусти, и там, как эксклюзивы, чалятся. Вот эту подписочку мы хотим разыграть среди вас, и будем смотреть, короче, с чередейки вместе с вами. Что думаете, тема? Все, кто за, все, кто против, выстретитесь в рядочке и посчитаем, сколько нас. Поставьте лайки, поставьте дизлайки, поставьте подписочки, поставьте отписочки. Все, ребятки, мы все, мы пошли. Классная серия.